Всем привет! Сегодня у меня двойной комбо-перелет. Сперва я лечу из Кучинга в Куала-Лумпур, а после из Куала-Лумпур я лечу в Пноу. Когда я вылетал из Кучинга, шел сильный дождь, и это меня немножко напрягало. Думалось, как же будет, ведь прилетал я и была турбулентность, дождя тогда не было. Сейчас еще и дождь, и тучи такие грозные. Думаю, сейчас будет капец. Но, как бы все пронесло, нормально прошло, и турбулентности не было, и виды красивые. Так что, если идет дождь, это не всегда плохо. Мне очень повезло, что из Кучинга в Куала-Лумпур мне дали место посадочное возле окна. И мне удалось еще и насладиться взлетом и видами самого острова Калимонтан. Вот и я с вами делюсь этими видами. Довольно красивое место. Сюда стоит обязательно приезжать. Это я. Решил вам показать, как выглядит самолет внутри. А вот и береговая линия острова Калимонтан. До свидания. В этот раз не голодал. Заказал себе блюдо на борту самолета AirAsia. Это было чикен терияки и кофе. Чикен терияки, довольно вкусное блюдо. Это курица, рис, кукуруза и шампиньон. Все сытно. Приблизительный час полета. И вот уже снижение в аэропорт Куала-Лумпура. Куала-Лумпур тоже встретил тучами, но дождя хорошо, что не было. Удалось насладиться даже окрестностями этого города. Ну а сейчас вы видите, как самолет заходит по прямой в аэропорт Куала-Лумпура. AirAsia расположена в Клее-2. Вот последние секундочки. И сейчас мы коснулись земли. Ура, товарищи! Мы прилетели в Куала-Лумпур. Осталось еще несколько метров и мы сможем уже идти в аэропорт. Самолет еще не успел остановиться. Все уже вскочили со своих мест, за чемоданы и вперед к выходу. Прикольненько. Но нужно подождать. Это я на переходе от самолета к аэропорту. Быстренько пробегаю аэропорт местных авиалиний. И мне через 2 часа, через 2,5 даже, нужно лететь уже в Куала-Лумпур. И это международный аэропорт. Туманно помню, как здесь переходить. Но ничего страшного. Язык есть. Спросим. Полчаса и али-оп. Я уже в международном аэропорту Куала-Лумпура. Жду своего рейса. Мой рейс отправлялся с ворот 5.21. И к ним мне пришлось идти где-то полчаса. И пока я шел, я успел заснять такие виды. Ворота 5.21 находились в таком вот подземелье. Шучу, конечно. Просто этажом ниже нужно было еще спускаться. А это досмотр багажа. Здесь не пришлось задержаться. Подозрительный оказался. Ну все прошло благополучно. И я уже в самолете, летящем в Пном Пень. И снова я заказал себе... Говоря нашим языком, это эдакие вареники с курицей и креветками. И к ним еще вермишель. Ну и вода. Тоже все вкусненько. Можно заказывать. Прошло немножко более одного часа. И вот я уже на такси. Еду к своему отелю. Правильно. Я сейчас нахожусь уже в Пном Пене. Пном Пень движняк конкретный. Везде пыль, грязь. Ну это Пном Пень. Камбоджа. Все нормально. Правда с тех пор, как я был здесь в 2015 году, все немножко изменилось. Во-первых, автотранспортный парк обновился. Здесь очень много новеньких автомобилей. Хотя нищета. Здесь очень много появилось. Много этажек. И некоторые даже сделаны в стиле Куал-Лумпура и Бангкока. Что еще нового? А, очень много новых многоэтажек строят китайские фирмы. Здесь китайцы вообще, я так понял, скоро будут жить. А камбоджицы отсюда... Ну, короче, уберут. Вот, пожалуйста. Это все. Отели, отели. Какие-то офисные компании себе строят дома. И это все полностью китайцы. Чем занимаются здесь местные? Да, обслуживают все. Вот, тукеры они, заметают дороги. Что там еще? Ну, в отеле на рецепшене могут сидеть. А все другое делают иностранцы. Коррупция сумасшедшая. Пока проходил паспортный контроль, ждал где-то получаса, приходишь получать визу. Даешь в одни руки, сидит 10 рыл разных телосложений. И в конце девушка, короче, один на одном что-то подают, что-то там штампик какой-то ставят, просто передают. Через полчаса мне объявили. Романюк, Роман. Я говорю, показываю, что это я. Они мне фото показывают паспорта, действительно ли я. Я говорю, да, я. Деньги за визу. А визу стоит, кажется, 30 баксов. Да, 30 баксов. Даю 30 баксов, они мне тут же визу шпак. И 30 дней гуляй себе по Пнампеню куда хочешь. А пока я рассказывал, как я проходил паспортный контроль и визу получал. Мы находимся сейчас в историческом центре, в котором построили еще французы. Но, камбоджийцы умудрились сделать из этих зданий то, что когда-то кубинцы сделали из зданий, которые построили были американцы. Да, превратили все в мягкую часть тела. Кстати, здесь очень, очень большое количество скутеров. Есть, видите, и красивые уже здания новой планировки. Но грязющая круг везде, это не передать. Сюда нужно приехать самому и посмотреть. Ну, это мой фэнси гвестхаус. Дом, милый дом. Перевел вам. Это рецепшн. Нашего времени здесь нет. И, оля, это мой номер. Кровать. Есть ванная. Но окон нет. А, да, есть еще холодильник. Кондиционер.